Жихорка И тут из печки выскочил бабайка, черный лохматый И стал ловить непослушных детишек и тащить их к себе Уходи, бабайка, я послушная И с тех пор жили недолго и счастливо И вот однажды кот и воробей собрались на ярмарку Я бабайка, я бабайка, я бабайка, я бабайка Хоть тебе, Жихорка, шалить, остаешься за хозяйку А мы тебе с ярмарки гостинцев привезем И... Между небом и землей под расчет закрылся И мечтая за хвостом к небу прицепился Зайд, зайд, давай поиграемся И зайд, давай играть И с этого поиграемся Останавливаемся! Какая румяная девочка у кота и воробья осталась А сиккой ее, пожалуй Лишь бы и она тоже в свою норку не запрыгнула А не ваша ли, деточка, на мосту балуются, а? Ну ладно Жихорка, запри дверь И лихе, не открывай А то ходят тут, понимаешь Яки Лиса по лесу ходила, лиса голоса А лиса такая сикахер Подождала, пока кот и воробей подальше от дома за холмы уйдут И опять к Жихорке побежала И вот ходит лиса под окном и думает Как же Жихорку из дома выманить? А мне кот воробей Не лилей себе дверь открывать А я с тобой это Поиграться хотела Да А что играть-то будем? Играть будем А давай как ты с зайцем играл В догонялки Я буду зайца, а ты лиса Дадай-дай Субтитры сделал DimaTorzok Морковка упала! Спусти меня, лиса! Кому говорят! Поворачивай! Морковка! Ух, мы тебе, лиса, хвосты-то! Потрубаем! Потрубаем! А я ей дверь не открывала! Мы с ней просто игрались! Жихарка, с лицо играть нельзя! Она тебя обманет, украдет и съест! А не будешь слушаться, бабайка придет! Поняла? Ух! Что-то не видать лисы Должно быть хорошо, мы напугали ее с саблями Поехали, а то ярмарка вся закончится На этот раз лиса дождалась, когда кот и воробей ушли далеко-далеко от дома Чтобы они не услышали эту девочку Это кто? Это зайчик-побегайчик А зачем? Поиграться, ты же сама меня просила А лисы поблизости не видать? Вроде нигде, не видать А давай как-то с лисой играл Я буду лиса, а ты заяц Давай, беги от меня Беги, заяц! Эй, заяц, заяц, я тебя поймала, поймала Ой А я вовсе и не заяц, и не заяц Кот, воробей, спасите, спасите, меня лисов украла Украла, украла, меня лиса украла Украла, украла, меня лиса украла Хватит орать Я хочу, чтобы ты меня кушала Да не буду я тебя кушать Не будешь? Мы просто поиграем с тобой в это, в калачики Может быть в куличики? Нет, в калачики, ты тут посиди А я сейчас, быстренько А как в калачики-то играть? Калачик садится на лопату Ух ты! А потом его суют в печь А что потом? Потом Закрывают заслонкой печку И ждать пять минут до полной готовности Давай, давай, цепись от лопаты И сворачивайся калачиком А как это? Я не умею сворачиваться Как, как? Ёлки, поем я сегодня когда-нибудь Держи лопату Показываю Надо на лопатку улечься Лапки поджать Вот так вот свернуться Мордочку хвостиком накрыть Поняла? Да, поняла Калачик на лопате Его садят в печь Закрывают заслонкой печку И ждут пять минут до полной готовности Ой, ой Ой, скоро кот и воробей вернутся Гостинцев привезут Калачиков куличиков И сам мне домой пора Завтра доиграем Ой, горю Ай, горю Ай, куличик Ай, калачик О, я дороги-то и не знаю Ой, бабайка пришел Я кота и воробья не послушалась Я слегка играла Меня бабайка утащит Заяц, заяц, бабайка идет Беги, заяц, беги Ой, мой домик, домик Стой, заяц, стой А теперь, заяц, беги, беги Это что, лиса? Лиса, лиса Опять ты, лиса, за свое Ща мы из тебя сажу-то повыбиваем Ой, кот и воробей вернулись Ох, несчастная я голодная Ха-ха-ха-ха Ты ж только за жизнь-то такая Ха-ха-ха Ой, горе мне Бабаик-ка домой пошел, он у лисы в печке живет. Ой, галушка моя бедовая! Миростая пиротинушка! И что же ты нахуй, галшинка? А мы тебе, Жихарк, с ярмарки калачей привезли. Ой-ой, калачики, калачики! Идем, идем, быстрее калачики кушать! Ой, калачики! Ой! Ой, а бабайка-то приходила, потому что я с лисой играла. Но с зайцами так быстро бежали, так бежали. А лиса вовсе меня и не собиралась кушать. Она калачиком была, только мы с ней не доиграли. А бабайка хотел меня и зайца к себе в печку утащить. А печка-то у лисы дома такая, чем мязая! И тараканы огромные бегают! С тех пор лиса больше Жихарку не воровала. Уж больно много хлопот с этими Жихарками. Позья хатка А-а-а! Помогите! Ну что, съел бандюга? Ничего себе! Котя-катка! Эй, есть тут кто? Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Котя-катка! Эй, ку-ку! Печь из творога? Ах, как вкусно! Шагают по дорожке И чудные козы И рожки И ножки Невиданной красы Мы козы Козы мы прекрасны и легки Как стри козы? Или мотыльки Трамтира, трамтира Трамтира, тирара Ты обойди полмира Не сыщешь равных нам Ты обойди полмира Не сыщешь равных нам Трамтира, тирара, тирара Это кто разворотил наш сладкий домик, а? Вот сейчас найдем этого злодея И затопчем Забодаем Как это, куда это? Вы ищите в доме, а я тут Хорошо, хорошо Так, ага Ну что? Тут у никого, Алик Тут у никого Наелся и убег Чего? Тогда нужно дом латать, пока солнце не село Мы строим не из бревен и не из кирпичей Мы строим, строим, строим из блинов и кулачей И каждому понятно Тут есть огромный плюс Алик, наш дом приятный И на вкус Трам-тирам, трам-тирам, трам-тирам-тирам-тирам Наш домик из сыра с блинами пополам Наш домик из сыра с блинами пополам Трам-тирам, трам-тирам, тирам-тирам-тирам Девочки, а если этот воришко вернется? Чего? Сторожить будем Так, пора чекать Девочки, вы слышали? Спят, как убитые Нападай, кто хошь, объедай Идите, идите, девочки А у меня ни один враг не пройдет Ага, как бы не так Заснет через две минуты Чего? Тут никого И тут никого Вот если б ты, коза, заснула Я бы и убег Паю, паю, паюшки Сон сидит на колюшке Сон сидит А укает Козочку Паюкает Спите, глазки Спите, рожки Спите все Четыре Ножки Прощайте, козы Спасибо, домик Ой, пропадаю, видать Ну да, хороша коза Ни один враг не пройдет А я тебе говорила Пусть сама теперь домик чинит Вот и починила Мамочки Девочки Девочки Уж на меня-то положиться можно Я, если чего-то делаю То делаю Чего-то я этой козе Не сильно доверяю Чего? Ага Вот так красавица я Так, баю-баю-бареньки, сон сидит на валюке, сон сидит, укает, козочек баю-кает, спите глазки, спите ложки, спите все четырех ножек. Проснись! Проснись, дуреха! Да, положились. Девочки, да я только чуточку прикрыла глаза и все! А в стене не хватает одного блина. Никакого от вас толку, дурехи. Сама осторожить буду, а вы работать идите, идите, идите. А что можно доверить старой глухой козе? Ничего. Баю-баю-бареньки, сон сидит на валенке, валенок качается, глазки закрываются. Спи глазок и спи другой. Спи, дружочек дорогой. Попался, пахиньки. Девочки, да это же мальчик. Не мальчик, а дикарь какой-то. Не бодайте меня, котики, я не хотел. Нет у меня никого и дома у меня нет. Я не ел, не пил три дня, а вас, рогатых, испугался. Простите меня и пустите к себе жить. Я вам помогать буду. Дом подъел, нас обманул, а теперь его еще и жить пусти. Разбежались. Золотая сначала дом, чудовище. И уходи, пока Костя целы. Ох, что ж там и так с детенком-то, а? Что это они, бандиты, задумали? Волки! Вставайте, козочки, спасайтесь быстрее! Спасайтесь! Тихо-тихо! Держись! А-а-а-а! Беги сюда! Стой! Звать-то тебя как, герой? Василек! Ой, хороший мальчик! Оставайся у нас жить! Есть на лугу цветочки, есть над трубой дыбок. И есть у нас дружочек, отмажный населек. Живем теперь мы вместе, живем не зная лет. Живем блины на ужин и в опять. Трам-тирам, 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 тирарам. Ты обойди полмира! Не сыщешь рабных хаун! Колобок Колобок А-а-а! Бабка! А-а-а, бабка? Ну? А испеки ты нам, родная, Колобок! Здрасте! А из чего? Из печь-то! Муки-то уж который день нет! А ты по коробу поскреби, по сусегам помети. Чего это у нас муки не наберется? Ишь ты! Придумал! Поскреби! Помети! Как дед сказал, так старуха и сделала. Испекла бабка колобок. Вот, горяченький какой! Полежи, постынь маленько. Кхм-кхм. И вот так. Ой, как вкусно пахнет. Ой-о-о-о-о-о! Еда! Ха-ха-ха-ха! Ого! Ой, колобок, родненький! Куда ж ты подевался-то, колобок? Колобочек, деточка, вернись! Колобок! Катится колобок по дорожкам до грядки До встречи! Ай! Заяц! Ты? Ты кто? А ты кто? Я? Я-то заяц! А ты кто? А я? А я колобок! Колобок! Какой такой колобок? Вот! Ха! Колобок, колобок, а я тебя съем! Ой, не ешь меня, зайчик! Я... Я... Я тебе песенку спою! Колобок! Ладно, пой! Ой! Только не громко! Ага! Кхе-кхе! Я колобок, я колобок! Румяный бок, румяный бок! Ой! У бомбар я метен, по сосекам я скребен, на сметане я мушен, и на кошке я стужен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел, и от тебя ушастый зайчик, я обязательно уйду. Ничего не понимаю, пропал куда-то? И покатился колобок дальше, только его заяц и видит. Катится колобок, катится. А навстречу ему... Волк! Стоять! Ой! Колобок, колобок, а я тебя съел! Не ешь меня, серый волк, я... я невкусный. А я... всеядный! А я, а я, а я тебе справа песенку спою. Какую такую песенку? Я колобок, я колобок, румяный бок, румяный бок. По амбар я метен, по соседям я скребен, на сметане я нежен, и на кошке я стужен. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел, и я от зайчика ушел. Я от тебя, серый волчище, я убегу. Ах, ты! И покатился колобок дальше. Только его волк и видел. Колобок, гляни! Ого! Красота! Ой, 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 ой! Катится колобок дальше. А-а-а! И встречает на своем пути медведя. Колобок, колобок, а я тебя съем! Ну, если ты меня всегда успеешь, может, я тебе сперва песенку спою? Ну-у-у! Барай, только недолго. А то я с утра ничего не ел. КОНЕЦ Зайчика ушел, лет полка он ушел Я тебя косну, ты мишка, я и подавно убегу Ах ты! Ах ты! Ух, как я тебя догоню! И покатила колобка дальше, только его медведь и видел Ах, колобок! Ну какой же ты хорошенький! А какой же ты душистенький! Ой! Хм, может ты еще и песенки поешь? Да, и очень красиво! Спой мне разочек, порадуй сироту! Беги, беги, беги! Я правда уже очень устал! Я умоляю! Я умоляю! Ну ладно! Я колобок, я колобок! Румяный бок, румяный бок! Бомбар я метел, по шусекам на скридон, на сметане мешок и на скрозке остужен! Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел! И от зайца ты ушел, и от волка ты ушел, и от медведя ты ушел! И от тебя, леса краса, я тоже убегу! Браво, браво, браво! Кениально! Да? Ах, только я тебя плохо слышу! Наверное, совсем стара стала! Сядь-ка ты ко мне на мордочку, да пропой еще раз! Беги, беги, беги! Чего? На мордочку! Сядь! Да пропой еще раз! Ага, я колобок! Не успел допеть свою песенку колобок, как лиса его, ом, и съела! Вот что бывает с детьми, которые из дома убегают! Так-то! А теперь спать пора! Давным-давно в одной башкирской семье родилась девочка-красавица по имени Галия. Мать не могла на нее нарадоваться, пела ей песни, дарила украшения. Ах, 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 ах! Ах, 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 ах! Но однажды темной ночью забрался в дом злой волшебник Дев Утром родители удивились Погоревали, но решили, что это Галия Ведь на ней были материнские бусы Подкидыш вырос страшной уродиной, капризной И жестокой Дома она лежала на постели, дрыгала ногами и все время орала Она обижала соседских детей и больше всего мальчика Юмагула Прошло время, Юмагул вырос и стал красивым юношей, помощником своей матери Отправился он как-то в лес за хворостом Присел на пенек, достал лепешку Только собрался съесть ее Не пожалел Юмагул для суслика даже последней лепешки Долго еще шел Юмагул по лесу Заблудился И вдруг видит шалаш Открыл глаза Юмагул, а перед ним девушка Очень красивая Давай, говорит Юмагул, с тобой дружить Откав слезы А потом показала Юмагулу свои ноги А одна нога оказалась птичьей И рассказала девушка, что зовут ее Галия И что в детстве ее, как и многих других детей Похитил злой волшебник Дев Этот Дев варил в своей пещере страшное зелье И обливал им украденных детей А потом ударял о землю волшебным посохом И превращал бедных детишек в маленьких беспомощных птиц Дев собрался извести род людской Чтобы стать хозяином всех земель Но на Галию случайно попало лишь Несколько капель зелья И только одна ее нога стала как у птички Пойдем, говорит Юмагул, ко мне в деревню Будешь жить среди людей Согласилась Галия Но увидала их уродина Крик подняла Девушка с птичьей ногой Гоните ее из нашей деревни А не то она принесет нам беду Послушались ее люди И прогнали Юмагул и Галию Не знают Юмагул и Галия Что делать теперь? Вдруг появился суслик Да и говорит человеческим голосом Знаю я, где живет злой Дев Покажу вам дорогу И вы сможете вернуть Галие человеческий облик Но не просто будет это сделать И вот вошли они в пещеру Полную черных мертвых деревьев Не знают Юмагул и Галия Как между ними проскочить Показал им суслик Как это сделать И смело бросились Юмагул и Галия Вперед А в следующем подъеме В земелье обрушились на них Ледяные потоки воды Но опять суслик им помог Маленький А всю воду выпил А в третьей пещере Огонь пылает Страшный жар грозит уничтожить Все живое Да пригодилась Выпитая сусликом вода И оказались они В глубоком подземелье Где жил Сам Дев И пока Дев спал Решили они Выкорость Волшебный посох Волшебный посох Волшебный посох Видел Юмагул Что вымок Дев В своем зелье Да и ударил Волшебным посохом О землю Открыли Юмагул и Галия Клетку Ударили о землю посохом И превратили птиц Обратно в детей Тут же и птичья нога У Галия Опять стала Человеческой Привели Юмагул и Галия Всех детей в деревню Тот-то было радостей Подвел Юмагул Галию К ее родителям И говорит Вот Ваша дочь А родители Не понимают Ничего Выбежала вперед Уродина Кричит Это я дочь Я настоящая дочь Я ж чего выдумала Я настоящая дочь А вы пошли отсюда Прочь Прочь Не слушайте Я Я Я Я настоящая дочь Дотронулся до нее Юмагул Волшебным посохом Потом, конечно И свадьба была Но Про свадьбу Можно до утра Рассказывать Продолжение следует... Жил-был мужик И у этого мужика Был кот Да такой проказник И обжора Что просто беда Проку от него Никакого Одни только убытки Не выдержал Наконец мужик Схватил кота И в лес понес Да подальше понес Чтобы дорогу назад Этот кот уже Никогда не нашел И так далеко Мужик в лес зашел Что сам испугался Бросил кота И со всех ног Домой побежал Только его и видели А случилось так Что лиса мимо проходила Увидала она мешок Любопытство ее разбирает Что это там такое? А кот в мешке от страха Ни жив, ни мертв Слышит Вокруг кто-то топает Думает лиса Домой мешок отнесу Там и раскрою Смотрят кот и леса Друг на друга Обоим страшно Но жутко интересно Сколько лет в лесу живу А такого зверя не видывала Ты кто будешь? Я Я Зовут меня Котофей Иванович Меня из сибирских лесов Прислали к вам Воеводую Вот Воеводую Воеводую? Ах какой вы важный Воевода Котофей Иванович Какая выправка Какой мундир А что Котофей Иванович Давай поженимся Поженимся? А тебя Как звать-то? Лизавета Петровна Я Ну что ж Лизавета Петровна Пожалуй Женюсь я на тебе И стали они Вместе жить День и ночь веселятся Песни поют Да в ладушки Играют Ах бедный Котофей Иванович Как же вы проголодались Всю ночь пробегали Искали чем бы поживиться Что ж Я схожу еды добуду А вы пока тут сидите Сил набирайтесь Скоро сытно заживем Бежит лиса по лесу Грибы собирает А сама по сторонам Поглядывает Вдруг волк навстречу Здравствуй лисонька Ты чего это Грибы собираешь Ты же их не ешь Я то не ем Да вот муж мой Котофей Иванович Очень любит Какой такой Котофей Иванович А ты разве не слыхал К нам из сибирских лесов Воеводой прислан Была я лисица-девица А теперь нашего воеводы Жена Ооо А нельзя ли на него посмотреть А ты гостинцев Собери Рыбки Мясо Да побольше На опушке положи А сам спрячься куда-нибудь А вось Котофей Иванович Тебя не заметит Он хоть у меня и маленький Но характером Очень суров Чуть что не по нему Сразу в клочья Разорвет Клочья Да А лиса Желуди пошла собирать Дожили Ты чего это лиса Мои желуди хватаешь Фу Так я ж не для себя Для мужа моего Котофей Иванович Какого такого мужа Который из сибирских лесов К нам воеводой прислан Желудь не подашь Висит высоко Дожили Слышь лиса Хочу на воевода твоего посмотреть А ты гостинцев собери Рыбки, мясо Да побольше На опушке положи А сам спрячься куда-нибудь А вось Котофей Иванович Тебя не заметит Скоро он у меня На расправу-то Дожили Здравствуй, лисонька Тебе чего? Мне малинки Для мужа моего Котофея Ивановича Котофея Ивановича Присланного из сибирских лесов К нам воеводою Покажи Он у меня маленький Но суровый больно Чуть что не по нём Тут же тебя в клостье разорвёт Разорвёт? Ну хоть одним глазком А ты и гостинцев собери Рыбки, мясо На опушке положи А сам спрячься Да подальше А вось Котофей Иванович Тебя и не тронет Скучаете, Котофей Иванович? А я вам покушать Коль чего принесла Не нравится Вкусненького хочется Скоро будет К нам вот-вот с подарками Большие звери пожалуют Да не бойтесь Они только одним глазком на вас глянут И сразу разбегутся В нашем лесу никогда Настоящего воевода не видели Вот дожили К лисе с мужем на поклон пришли Тише ты Если сам беды ищешь То хоть нас не втягивай Лиса вот велела спрятаться Вот дожили Ай Дожили Медведь Ну что там? Не видать никого? Не видать Хоть бы знак им какой подать Слышь, косой Стой! Сбегай к лисе Скажи, что мы с подарками пришли Пусть с Котофей Ивановичем сюда выйдут Мне свыше передать, Велина Что к вам с подарками явились И выйти просят Тут дожили Ну что? Идут Да вроде идут Ну как он? Воевода-то Да не разглядеть толком Мелковат Ну полно вам, Котофей Иванович Не сердитесь на них Они вам подарки вкусные принесли Вот как вкусненько вы сейчас накушаетесь Может меньше на них сердиться будете А уж если угощение вам не понравится Вот тогда их самих и съедите Медведь, что там? Я же не вижу ничего Ой, беда Все кричит мало Как бы до нас не добрался Ты куда, косой? Жить надоело Не могу больше так Сам посмотрю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А-а-а аааiquю! Ти хых-хыххх! АААА-А-аа-аа Сха-атахаа! О аааааа! Аааа! Ау! Бегите, бегите! А не то, как бы воевода вас не задрал! Да другим передайте, чтобы неповадно было Котофея Ивановича сердить! Вот задали вы им трёпку, Котофей Иванович! Долго помнить будут! С тех пор кот и лиса стали жить сытно! Идут! Идут! Подарки несут! Идут! Подарки несут! У одного мальчика были мама, которая очень любила порядок Какая красота! И папа тоже очень порядочный, а также собака, кошка и птичка-попугай! Однажды мама и папа пошли погулять, а мальчик остался дома! Идут! 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 Мама сильно огорчилась, а папа очень удивился, кто это сделал! Не знаю, это не я, это всё, он, он, это кошмар! Ах, коварная птица! И мама решила, такие коварные хищные птицы должны жить в лесу с другими хищниками! На следующий день родители опять пошли по каким-то делам А мальчик остался дома Сидеть! Я-я-я-я! Папа сильно огорчился О, мои книги! А мама удивилась Кто это сделал? Это не я, это она И папа решил, таким невежестенным собакам не место в привычном доме На другой день мама и папа пошли в театр Мы опаздываем А мальчик остался дома Родители сильно удивились Кто это сделал? А однажды родители собрались в гости А мальчик опять остался дома Чш-ш-ш! Ну и кто это сделал? Не знаю Подумай Над своим поведением Сказали родители и пошли домой Без мальчика Мама! Я больше так не буду! Возьмите меня! Давай! Домой! Ура! С тех пор мальчик вел себя хорошо И никогда никого не обманывал Кто это сделал? Случилось это не так давно Можно даже сказать совсем недавно Жила на опушке леса простая нанайская семья Папа, мама и маленький сын Дئ�ка, больная семья Еще деньує Что ж Deей мой мой Дело Я гарздую Додому Ни Дела 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 - СТУК В ДВЕРЬ Вот так и получилось, что остался жить Мерген у лесных зверей Забот у них теперь прибавилось Ребенка нужно кормить, поить, развлекать Ребенка нужно кормить Сильный, здоровый Теперь сам стал зверям помогать Ребенка нужно кормить Ребенка нужно кормить Ребенка нужно кормить Ребенка нужно кормить Удивился Мерген, расстроился Ребенка нужно кормить 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 Ребенка можно кормить Ребенка нужно кормить Куда, говорит мужчина, путь держите? Рассказал мэр Генчуке, что ищет великана, который называет себя хозяином тайги, и о том, что он с этим хозяином сделает, когда найдет. Знаю я этого хозяина тайги, говорит щука, и про родителей твоих слышал. Отца твоего великан на дне речном цепи приковал, заставил всю рыбу для него пересчитать, а маму твою посадил в подземелье сеть Плестина. Много лет они света белого не видели. А за то, что ты мне помог, я покажу тебе дорогу к хозяину тайги. Так и поплыли, щука впереди в воде скачет, а за ней мэр Ген в лодке веслом поширелит. Стоп, говорит щука, приехали. Сейчас проверю, как там твой отец. Порядок, он на месте. Погружение разрешаю. ПОРЯЖЕНИЕ! 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 Не узнал сразу сына родного Да ведь лет-то сколько прошло Ну вот, совсем другое дело И вот доплыли они до владения хозяина тайги Спит великан, не проснулся еще А вон в той пещере и держит хозяин тайги твою маму Кричит энергенный великан Вот я, говорит, до тебя доберусь Узнаешь, каково с людьми связываться Вау, утка летит Несет смерть великану Лови, кричит, неоплошебный ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА